Всем привет! Меня зовут Соловьева Марина и в этом видео я хочу вам показать обзор на рюкзачок, мешок для обуви и светоотражатель Фаберли, который я приобрела по каталогу номер 12. Там они были с хорошей скидкой. Это, по-моему, была прошлогодняя коллекция. Я точно не могу утверждать, я не запоминаю такие вещи. Не важно, какая это коллекция, главное, чтобы нравился внешний вид и это было вовремя и к месту. Я собирала своего сына в первый класс и уже приобрела ему рюкзачок в Спортмастере. Это был недорогой рюкзачок, у меня там еще списались бонусы, я за него заплатила порядка 600 рублей. Это просто спортивный рюкзак, очень легкий и именно такие рюкзаки я предпочитаю для малышей. Ну, во-первых, потому что они очень легкие, а во-вторых, туда входит абсолютно столько же вещей, сколько и в эти эргономичные рюкзаки. Ну, и плюс ко всему стоимость. Все, что эргономичное, со спинками, с ортопедическими, там еще с какими-то наворотами, во-первых, стоит уже несколько тысяч рублей. Во-вторых, это очень грузно. И в-третьих, вот честно говоря, сколько я вижу малышей, большинство, я не буду говорить все, у всех ситуации в жизни разные, но они ходят в сопровождении родителей и все это таскают на себе родители. Поэтому покупать вот такой рюкзак с анатомическими, эргономическими там какими-то штуками и водить ребенка всегда самой, носить его портфель, я не вижу смысла. Поэтому я купила то, что полегче, потому что это в любом случае мне носить или там папе или бабушке и плюс ко всему по стоимости. Да, абсолютно любой рюкзак приходит в негодность через год, ну максимум через два. Есть, конечно, такие люди, которые пользуются вещами по несколько лет, но из моего опыта, у меня дочь пошла уже в восьмой класс, год максимум два, на сколько хватает рюкзака. Неважно, 600 он рублей стоит или 5 там 600 стоит. То есть вот такой у меня жизненный опыт, поэтому собирая сына младшего в первый класс, я, конечно же, руководствовалась уже именно вот этими показателями. Легкость, цена, ну и, конечно же, внешний вид. Тот рюкзачок из спортмастера мы оставим на какие-то походы в секции, он у нас обязательно будет использован, пригодится. А мальчишке я купила вот такой рюкзак, заказала в каталоге Фаберлик, 799 рублей цена по каталогу, минус моя скидка, получился он порядка 600 рублей. Это был у меня большой заказ на 80 баллов, и там вся доставка 149 рублей разделилась на 8000 заказ, то есть порядка 2% от стоимости. Это 600 рублей плюс 2%, сколько это получается, это очень незначительная сумма, по-моему, 12 рублей, да, добавилось к стоимости, то есть совсем немного. Размеры рюкзака, они указаны на упаковке, они указаны в каталоге, поэтому замеры делать не будем, это все понятно. Так, рюкзак размер 36 по высоте, 27 по ширине, 14,5, вот эта вот глубина получается рюкзака. Темно-синего цвета, изображение совы, здесь все это нанесено наклеечками, честно говоря, мне кажется, что вот эта сова через какое-то время начнет облазить. Она уже немножечко мнется и создает такие складочки, которые, возможно, на морозе полопаются. Ну, за такие деньги пусть он один год отходит и выбросим, купим другой, мне совершенно не жалко потраченных денег будет. Здесь сбоку кармашка нет, а со второго боку есть кармашек сетчатый, куда можно поставить бутылку или положить яблоко и можно его затянуть, у него есть утяжечка. Дно, что мне очень понравилось, я посмотрела обзор, конечно, прежде чем его заказать, мне очень понравилось то, что дно обклеено кожзамом, обклеено такой клееночкой. Это самая пачка, самая загрязняемая часть рюкзака, уголочки, дно и это все хорошо продумано, можно будет просто протереть тряпочкой. Внутри тоже все хорошо можно будет протереть тряпкой, стирать его каждый раз не обязательно, никаких каких-то разделителей, ничего нет. Есть только сзади боковой карман, что сюда можно будет положить, в тетради вряд ли войдут, но вот ручки, если не в пинале, там что-то мелкое, возможно даже ключи от квартиры. Или бывает в школах карты на питание, на вход карты бывает, можно сюда положить. Сзади нет никаких кармашков, собственно и не надо. И замок, кстати, замок пластиковый, собачка металлическая, достаточно большой у нее язычок, удобно закрывать. Краешек тоже обработан таким же кожзамом, тоже самая пачкаемая часть, да, вот эти краешки тоже обработаны. Пачкаться будет мало. Ну и замок закрыт, получается, вот таким козыречком. Не знаю, честно, для чего, скажите, кто знает. Есть большая широкая петля для того, чтобы повесить рюкзак на парту. Так, ну широкие лямки, это идет на спинке и ниже регулировочная часть, все можно затянуть, отрегулировать по своему плечу или по плечу ребенка, смотря кто у вас будет носить. Ну и замка, посмотрите, два. То есть можно в любую сторону застегивать, расстегивать. И главное, что не надо весь рюкзак открывать, можно открыть небольшую дырочку и что-то там забрать или наоборот положить. Ставлю пятерку с минусом. С минусом за то, что непонятно, что будет с рисунком. Ну, кстати, мне кажется, что он светоотражающий. Это вот эта вся наклеечка, она будет отражать свет, потому что, ну, что-то мне подсказывает, не знаю. Следующее, что я купила, это точно такой же мешок для обуви из этой же серии. 199 рублей. Девочки, я прошлась по магазинам, просто я с дочерью выбирала ей мешок для обуви. За 299 рублей продаются более-менее мешки для обуви. И это тоже такой расходник школьный, этот мешок тоже хватает. Моей дочери иногда на полгода, иногда на год. И, конечно же, не хочется за него отдавать больших денег. Но той, конечно же, уже надо, чтобы и вот это, и чтобы какой-нибудь фламинго там был, или кактус, или еще там что-то. Ну, а сыночку пока я еще сама выбираю, слава богу, он мне не предъявляет никаких претензий за покупки, которые я делаю без него. И я решила, что будет просто прелестно смотреться и мешок для обуви, и рюкзак в одном стиле. Тоже на упаковке мешок для обуви синий. Так, да, 2017 года коллекция здесь написана. Артикул у мешка 90-72 и размер 39 на 34. Ну, сюда и зимние ботиночки войдут. Вот, конечно, для старшеклассников, скорее всего, сюда верхний, ой, зимняя обувь не войдет, а вторая войдет. Ну, я всегда дочери, здесь мы носим вторую обувь, она чистенькая, да, в которой она ходит в школе. А обувь, которую она ходит на улице, она кладет в пакет. Я думаю, что с Андреем мы будем поступать так же. Здесь будет только школьная обувь, только то, в чем он ходит именно по школе. Все стандартно, утяжка наверху, здесь все длинные веревочки, ничего интересного особо. Внутри клеенчатая, очень плотная ткань, то есть здесь какая-то есть имитация на ощупь атласной ткани, но все-таки это клеенчатая ткань. А внутри прям клеенка-клеенка. Немножко попахивает, но это не тот запах, от которого слезятся глаза. Абсолютно нормальный мешок. Все это оставляю. Сыну еще не показывал, он ждет, когда я ему это привезу. Он сейчас у бабушки, садик уже закончился, школа не началась. Привезу, покажу. Ну, и купила светоотражатель, тоже из этой же коллекции. Сова, по-моему, рублей 40. Он стоит совсем-совсем недорого. Я дочери покупала из этой серии сову. По-моему, 80 рублей она тогда продавалась. Я и покупала. Светоотражатель при дальнем свете фар будет видно за 300 метров. Я читаю вот эту этикеточку, которая была приложена. А при ближнем свете фар светоотражатель будет виден на расстоянии, ну, максимально расстояние здесь указано 150 метров. Ну, поскольку я подозреваю, что все вот эти элементы наклеенные уже светоотражающие, не лишним, конечно, будет. Пусть как в виде брелочка болтается примерно где-нибудь вот здесь на замочке. Дети это очень любят. У меня дочь любит на сумке еще и значки разные приколоть. В общем, такая приятная мелочь. За 40 рублей еще минус скидка. Я думаю, что он порадуется. Ну, и смотрите, каталог еще идет. Я не знаю, выложу это видео вовремя лет, но постараюсь я выложить вперед действия именно 12-го каталога. Еще распродажа идет этих вещей. На уральском складе точно было достаточное количество. Рекомендую вам все три вещи. Не очень часто у меня такое бывает, но сегодня случилось. Повезу показывать своему сыночку. Жду его тоже одобрения. Ну, конечно, я ему все преподнесу так, чтобы он с этим ходил. Потому что вот эти вещи, они действительно больше похожи на школьные, чем то, что я купила в спортмастере, хотя ему понравился тот рюкзак. Но ничего, мы и тот рюкзак используем, и этот с удовольствием год, но поносим. Всем большое спасибо, что посмотрели мое видео. Если хотите 20% скидку на эти же самые вещи, купить еще дешевле, проходите по ссылке под этим видео. Я буду вашим помощником в компании. Никого не заставляю ни покупать, ни продавать. В свое удовольствие делайте заказы или не делайте заказы с удовольствием, как вам больше будет нравиться. В общем, я вот такой вот помощник в компании. Всем большое спасибо еще раз. С вами была Марина Соловьева. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под этим видео. Нажимайте колокольчик, чтобы видеть мои последующие обзоры. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok